Играет музыка Спасибо и благодарение Богу за то, что мы можем снова, снова учиться, снова просто что-то слышать для себя, получать назидание и пользу. Это милость Божья. Я сегодня хочу проповедовать на тему, как быть здоровым человеком. Как быть здоровым человеком? Вы, наверное, согласитесь, что больные, они говорят, много здоровья. Поэтому тема эта избрана не случайно. И еще я хочу говорить на эту тему потому, что болезнь легче предупредить, нежели ее лечить. То есть о любой болезни хорошо узнать вовремя. Чем быстрее ее обнаружили, тем больше надежды, что мы сможем от нее избавиться. Поэтому, чтобы узнать физическое состояние нашего здоровья, есть различные тесты, анализы, рентгены. Но я сегодня буду говорить о духовном здоровье. Если бы у нас была тема просто о физическом здоровье, наверное, у нас было бы особое внимание. Но тем не менее, Бог заботится о нашем духе и о нашей душе. Слава Богу за это. Для тех, кто не знает, обычно молодые люди, они читают Библию, полезную литературу. А уже кому за 50, они кроме Библии читают еще журнал здоровья. И еще многое-многое о здоровье. Поэтому, если бы надо было проповедь о физическом здоровье, то здесь у нас в церкви проповедников немало бы нашлось. Поэтому я знаю, что то, что мы знаем, это неплохо. Но я хочу говорить действительно о духовном здоровье. Как мы себя сегодня чувствуем? Как наше духовное здоровье? Вы знаете, что когда-то Иосиф, он пришел к своим братьям. Если вы помните, отец ее послал. Он взял там запас пищи. И он должен был узнать о их здоровье, как живут братья. Помните, да? Но получилось так, что он пришел к больным братьям. Они только увидели его издалека. И ввиду того, что они были больные, они говорят, вот идет сновидец. И тут же начали решать, что с ним сделать. Но вы помните, и согласились, решили бросить его в ров. Обычно братья так не поступают. Но это бывает, когда человек духовно больной. Вроде бы и братья, но как бы их разрывала зависть. Они не могли пережить, что Иосиф отец любит, разноцветные одежды, все так у него получается. И все это как бы как заноза поселило с их сердца и не давало им покоя. И когда они увидели своего брата, вместо того, чтобы обнять, посидеть вместе, покушать, они просто решили избавиться от него. Так не должны поступать братья. Поэтому я надеюсь, что то, что вы сегодня услышите, оно послужит благословением и принесет огромную пользу. Поэтому как можно узнать свое духовное здоровье? Как можно узнать свое духовное здоровье? Здесь некоторые моменты, как вы можете узнать свое духовное здоровье. Вы видите, вы сами идете в церковь или вас ведут? Но обычно ведут только детей. Вас то не ведут. Но в Библии есть такое местописание, что люди идут, как будто их ведут. Они то сами идут, но как будто их ведут. Это состояние. Это человек больной духовно. Он не бежит в Дом Божий. Его как будто бы ведут. И если вовремя не обратить на эту проблему внимание и не лечить человека, состояние только ухудшится. И недалек тот момент, когда человек вообще может оставить церковь. Почему? Потому что человек заболел, но вовремя не обратил на это внимание. Здоровый человек, его реакция совершенно другая. Одного я просил у Господа. Того только ищу, чтобы быть в Доме Господнем. все дни жизни моей посещать храм его. Если человек что-то переживает в духовной жизни, он будет бежать, чтобы делиться с другими. Он не может, не сможет сидеть один. Если он ничего не переживает, он может так в одиночестве и умереть. Как наше духовное здоровье? Вы присутствуете в церкви или вы служите? Пожалуйста, отвечайте для себя на этот вопрос. Как ваше духовное здоровье? Почему я это спрашиваю? Я, например, сейчас, когда я беседую с кем-либо и спрашиваю, ты откуда? С какой церкви? Человек отвечает мне. Я задаю ему следующий вопрос. А каким служением ты там служишь? Посещать церковь этого мало. Каким служением ты там служишь? Вот в чем вопрос. Мы призваны для служения. Вот здесь студенты говорили. Помните, что был нагвый, одели, был голоден. Вы накормили. Помните это? Послушайте. Служение, оно больше необходимо даже не мне и не нам, а вам лично. Без этого духовный рост практически невозможен. Мы призваны не только получать, но и отдавать. Аминь. Поэтому вы просто посещаете церковь, присутствуете в церкви или вы служите. Для тех, кому трудно определиться в служении, возьмите одного человека, который слабее вас, и попробуйте подтянуть его в течение года, поднять, обновить, помочь ему. Он будет вам безмерно благодарен. И этот труд будет высоко ценен в глазах Бога. Пожалуйста, придите на помощь людям. Они нуждаются в вашем участии. Поэтому вы присутствуете в церкви или вы что? Служите. Вы ищете развлечений, фана или назиданий и пользы? Да. Как построена ваша жизнь? Вы начинаете, не заканчиваете. Чем вы заняты? Вы развлекаете себя и других или вы ищете назиданий и пользы? Очень много бесполезных занятий. Вроде бы весело, смешно, а в душе пусто и грустно. Почему? Потому что сколько не развлекай себя, будет мало. И только в Боге успокоится душа наша. Вот почему у нас должны быть правильные приоритеты и здоровая духовная, христианская жизнь. Дальше вы видите здесь, являюсь ли я любящим человеком для других. Вы любите, вы отдаете любовь, или вы только ожидаете, что кто-то вас будет любить? Любовь, если она присутствует в человеке, ее невозможно вскрыть. Она обязательно проявится на деле. И если вы действительно являетесь любящим человеком, то вы блаженны. Если этой любви не хватает, значит, духовная болезнь посетила вас. И исцелить, изменить все это может Христос. И последнее. Если у вас аппетит и жажда по Богу, когда жажда в человека присутствует, то даже плоть восторгается к Богу крепкому и живому. Все меняется в жизни человека. Если во мне этот аппетит и жажда по Богу, когда мне нужен именно Он, и ничем другим я удовлетворить себя не в состоянии. Поэтому вот это несколько моментов, как мы можем узнать, как наше духовное здоровье. Еще раз повторяю, болезнь легче предупредить, нежели ее лечить. И чем раньше человек узнает о своей болезни, тем для человека что лучше. Будьте благословены, будьте здоровы в наступившем 2015 году. И вся церковь сказала. А сейчас некоторые моменты, как будто вы на приеме у врача. Момент номер один. Духовный слух. Проверяйте ваш слух. Или наблюдайте, как вы слушаете. Когда вы приходите в церковь, старайтесь отключить все и всех, что может отвлекать ваше внимание. Не уходите в сторону. Будьте во внимании, чтобы услышать. Есть выражение, вы видите, услышал, забыл. Что это значит? Если я только слушаю. Если я только слушаю, послушайте, значит, я могу это очень скоро забыть. Если я записал, значит, я что? Запомнил. Обратите внимание, кто сегодня пишет. я не случайно акцентирую на этом внимание. Я часто говорю это студентам, любой тупой карандаш лучше самой хорошей современной памяти. У вас есть хотя бы тупой карандаш? я просто наблюдаю, студенты пишут, не пишут. Ну, просто они только начинают учебу, поэтому у них еще все впереди. Вы можете на айпаде писать, вы можете ручкой писать, но нормально, когда человек пишет. Вы помните, я недавно показывал вот такие сборники, несколько таких четрадей или книжек, где сестра наша, вообще Света Сушинская есть сегодня? Где? Подними руку, если есть. Ты пишешь? Пишешь? Пишет. То есть у него уже пять таких тетрадей больших. Каждый год она одну заводит новую тетрадь и все пишет, все проповеди. Поэтому сейчас у нее шестая или седьмая и она записывает. Я хотя проповедник, но я все пишу, стараюсь писать, хотя бы главные мысли. Почему? Потому что услышал забыл. Записал запомнил, сделал значит понял. То есть другими словами человек только тогда услышал, когда он это делает. Вот представьте себе на следующий раз мы приходим в следующее воскресенье и все с тетрадями, с ручками, с айпадами. Это будет маленькое чудо, но значит человек что услышал. Наблюдайте за тем как вы слушаете. Ну например еще такой практический пример. Есть некоторые женщины, которые просто собираясь куда-то или в церковь, они тратят приблизительно от полчаса до часу, чтобы собраться. Ну у нас таких нету, потому что у нас все женщины красивые без этого. Но вот есть такие женщины, что они собираются в церковь где-то полчаса или час. Представьте себе, что бы было, если бы вот эти люди хотя бы половину этого времени тратили готовясь к служению. Я говорю серьезно. Обычно они так заняты, и мы так заняты, что даже на молитву времени не хватает. Но что бы было в нашей жизни, если бы мы готовили себя внутри, готовили просто свое сердце к служению. Вообще желание выглядеть хорошо и красиво, вы наверное согласитесь со мной, это хорошее желание, но чтобы выглядеть хорошо, необходимо меняться внутри. Это относится как братьям, так и сестрам. в первую очередь внутри. Но в чем есть проблема? Меняться внутри сложнее, снаружи легче. Вот почему в основном все этим и занимаются. Но когда вы поменяетесь внутри, вот например присутствуют студенты, они не все могут хорошо петь, но они могут все улыбаться. Правда? Разве это не чудесно? Поэтому мы должны просто украшать себя внутри. заботясь об этом, вы будете люди невероятной красоты. Я вас просто вдохновляю так жить. Важнее в жизни женевит, обманчив, просто он бывает. Не то красиво, что блестит, красиво то, что согревает. согревает. Красиво то, что согревает. Вы видите стих, наблюдай за ногою твоею, то есть будь благочестивый, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слышанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. все очень просто, наблюдай за своей жизнью. Почему надо наблюдать за своей жизнью? Послушайте, потому что, например, все духовные болезни порождают грех. Грех это самая распространенная, самая заразная и самая неизлечимая болезнь. Грех порождает болезни. Поэтому наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. Иначе ты можешь просто слушая не слышать, не потому что что-то не то или плохо говорится что-то, а потому что ты просто глухой. А почему глухой? Потому что ты заболел. Иногда человек ходит по дому кашляет, говорит, ты больной? Да нет. Даже больному иногда трудно согласиться, что он все уже больной. Так точно и здесь. Если проблема есть слышание, значит человек больной. Попробуйте, практикуйте, спрашивайте себя и других, а что, о чем сегодня была проповедь, о чем говорилось в служении. Попробуйте вспомнить хотя бы то, что было неделю назад. Спрашивайте об этом детей ваших. Если человек не может ответить, значит, проблема слышания. В любом собрании попробуйте два-три раза отвлечь себя, и практически все, что здесь будет говориться, оно для вас как бы пропало. Вроде бы был, и вроде бы как не стало. поэтому обращайте внимание, наблюдай за ногой, когда идешь в Дом Божий, будь благочестивым, и будь готов более к слушанию, не жаль их жертвопроношению. То есть готов себя, настраивая свой дух, только то, что достигает нашего духа, оно служит к изменению нашей жизни, то есть то, что я услышал не только ушами, но сердцем. Поэтому как вы настраиваете гитару, чтобы играть, Бог, Он есть говорящий Бог, слава Богу, Он никогда не опаздывает, и у Него Бога есть послание лично для вас, но готовлю я услышать и сказать, Господи, я здесь, я слышу, пожалуйста, говори ко мне, Боже. Часто мы приходим в Дом Божий несобранными, рассеянными, или просто неподготовленными. Именно от нашей подготовки зависит успех любого собрания. Поймите, все определяется назиданием и пользой. Нет назидания, значит, что? Нет пользы. Готовить свое сердце, это значит, готовить к назиданию, назидать других, быть готовым, и самому назидаться. во имя Иисуса. Вот к чему желает нас привлекать Бог. Назидание и польза. В Библии так написано, если ты видел много, но не замечал, уши твои были открыты, но ты что? Не слышал. Вот почему Библия призывает нас к внимательному что? Слышанию. Я думаю, что если бы мы просто запоминали и помнили все, что мы слышали, мы бы уже были докторами богословия приблизительно. Ну а так пока мы еще на пути, то пожалуйста, Библия призывает нас к внимательному слышанию. Что это значит? Написано так, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Бог тебе сказал в течение недели или прошедшее воскресенье, что Бог тебе сказал или скажет сегодня, что ты услышал лично для себя? Вот в чем вопрос. Бог работает удивительным образом. Вот смотрите, сидит там сотня человек, две сотни, и вдруг Бог говорит, я тебя люблю. Кому-то это обычная речь, мы и так знаем, что Бог меня любит, но кто-то сидит в зале и у него мысли, что Бог забыл меня, не слышит меня, Бог как бы оставил меня, и вдруг он слышит, Бог тебя любит, и он говорит, это ко мне, это ко мне, я не знаю, как это к вам относится, но Бог меня любит, и в то время, когда другие вроде бы ничего не услышали, он что-то услышал, и человек ожил, поэтому имеющий ухо слышат, да слышат, что Дух говорит к церквям, еще есть так написано, сын мой, словам моим внимай, речам моим преклони ухо твое, Бог обращает внимание на наше смиренное внимательное слышание, человек только тогда делает, когда он это услышал, пока он этого не делает, он может слышать, я слышу, но пока я этого не делаю, пожалуйста, подойди ко мне, вот видите, маленький, я услышал, спасибо, садись, человек только тогда услышал, когда он это делает, как же улучшить наш слух, вы хотите это узнать, как улучшить наше слышание, что я должен сделать, чтобы что-то поменялось, что я был способен слышать, несколько советов, развивает духовный слух молитва, наш Бог, Он есть говорящий Бог, и когда мы молимся, что-то происходит в нашей жизни, мы развиваем этот духовный слух, когда я говорю в молитве, Он меня слышит, и когда Он говорит мне, я Его слушаю, и это все можно иметь благодаря молитве, поэтому молитва, еще раз повторяю, она развивает наш слух, без молитвы мы практически глухие, мы настраиваем наш дух, мы учимся слушать присутствие Божьим, чем ближе мы к Богу, тем легче нам услышать Бога, поэтому овцы мои, они слушаются голоса моего, иногда мы ориентируемся только на написанное слово, но тем не менее, у нас живет Дух Святой, и то помазание, которое научило тебя, или учит вас, написано в том, пребывайте, что тебе сказал Бог за прошедший месяц, или за прошедшую неделю, вы меня слышите? Бог, Он говорил вчера, сегодня, говорит, и завтра будет говорить, но то слышу я это или нет, зависит от моего духовного здоровья, как настроен мой слух на то, чтобы слышать, и если слухом моим все нормально, значит жизнь моя будет благословена и будет меняться к лучшему, молитва развивает наш духовный слух, если вы чувствуете, что у вас есть серьезная проблема с слышанием, начинайте молиться, вы увидите, как ваша жизнь будет изменяться, я вас просто вдохновляю так жить, следую следующий момент, духовное зрение, наблюдайте за вашим духовным зрением, правда хорошо, когда человек видит нужды других и пытается эти нужды восполнять, правда хорошо, вот смотрите, один человек в той же церкви говорит, сколько труда, сколько работы, а другой человек в той же церкви говорит, я не знаю, чем заняться, что делать, где себя приложить, почему, потому что все связано с духовным зрением, настолько оно обостренное в тебя, или наоборот, глаза твои просто закрыты, что влияет на наше духовное зрение, вы видите, что долгое пребывание во тьме, если человек во тьме ходит, вот он сидит там, сидел долгое время без света, он выходит на свет, и надо глаза протирать, потому что как-то все кажется серым, кажется вокруг темно, наш отказ от Божьего призыва поражает наше зрение, почему, то есть ты отказываешься выходить на свет, ты предпочитаешь тьму, отказ от Божьего призыва, и человек теряет остроту свое духовное духовное зрение, он уже не видит то, что он должен видеть, и видит то, что ему не полезно, что мы здесь еще видим, что-то попало в наши глаза, правда такое бывает, в Библии написано этот счет по поводу духовного зрения, и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе, не чувствуешь, то есть вот в твоем глазе бревно, трудно представить это, тут соринка попадает, и уже нету покоя, а то бревно, это полная потеря зрения, что-то попало, и нету ни мира, ни покоя, вот почему надо вовремя избавляться от этих проблем, а бревна в своем глазе не чувствуешь, и последнее это наша болезнь, когда мы заболеваем духовно, мы теряем зрение, все это отражается на нашем зрении и ожесточает наше сердце, вот почему Бог заинтересован в том, чтобы мы ты хорошо видел, когда-то Бог призывал Еремию, то Он призывая и говорит, что ты видишь, вы слышите меня, он был молодой, Бог его призывал к служению, но призывал его необычно, он обращал на него внимание, на его зрение, говорит, что ты видишь, а Еремия поднялся, говорит, я вижу жест миндального дерева, Бог говорит, ты видишь, почему правильно, потому что он видел жест, видел направление, куда ему надо двигаться и что делать, халлилуйя, слава Иисусу, я вижу это, поэтому я иду, не ошибаясь, я знаю, что я делаю, почему я это делаю, я вижу этот жест, поэтому, несмотря на молодость твою, Еремия, у тебя с Божьей помощью получится, держись это, во имя Иисуса, следующее, что влияет на наше зрение, это мятежный дух, он ухудшает нашу способность как видеть, так и слышать, вы видите стихи из Библии, и было ко мне слово Господне, сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного, у них есть глаза, чтобы видеть, а они что? У них есть уши, чтобы слышать, а они что? Почему? Потому что они дом мятежный, это состояние, когда внутри тебя бунт, война против кого-то, чего-то, против установленных авторитетов, против тех, которые над тобою, которые рядом с тобою, мятежный дух. Вот есть люди, которым повоевать хочется, и все. Не повоевали, они как неживые, а вот повоевал, и как будто легче стало, но это обманчивые надежды. Воинствуя по плоти, мы терпим поражение внутри, мы теряем и слух, и зрение. Вот почему мятежный дух, он не должен присутствовать ни в сердце, ни в доме Божьем. Поэтому человек с мятежным духом, он может быть в благословенном собрании, но он абсолютно ничего не услышит. ничего не услышит. Поэтому один уходит домой, он прыгает, он летает, он ликует, а другой какой пришел, такой ушел. Почему? Они были в одной и той же церкви, но состояние их настолько было разное, что они не в состоянии были слышать бунт. Еще раз мятежный дух. Вы вообще встречали среди нас слепого человека духовно, нет? Ладно, пример из Библии, пример слепого человека. А кто ненавидит брата свой, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и знает куда идет, потому что тьма ослепила его. Что интересно, в Библии читаешь, понимаешь все, но кажется, кто из нас ненавидит? Ну недолюбливать могут. Вот было бы мягче написать, но если вы там недолюблив, или любви не хватает на кого-то, то вы немножко уже слепы. Но как бы не написал бы это все, то, что Библия говорит, значит это истина. И истина она гласит следующее, а кто ненавидит, не любит, недолюбливает брата или сестру, тот во тьме живет, во тьме ходит. И эта тьма присутствует в его жизни. Почему? Потому что он слепой. Слепые люди, они думают приблизительно так, как ужасно быть слепым. В христианстве мы можем думать, если я слепый, то только не я. но Христос, будучи на земле, помните, говорит, слепые вожди слепых. Только слепой человек может выбрать себе слепого проводника. все это просто закрывает наше сердце. Пожалуйста, в наше время есть немало тех людей, чьи глаза удержаны или закрыты. В Откровении написано духовное слепоте о людях, которые не видели своей нужды. Вот послушайте, Божий совет к этим людям. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мажью помажь глаза твои, чтобы видеть. Это была самоправедная церковь, у которой написано ты не холоден и не горяч. Это было печальное состояние, и Бог желает открыть людям глаза на их состояние, на ситуацию. Но проблема в том, что если у человека нарушены зрения, он видит других, которые неправильно поступают, но он не видит себя. Библия говорит, пожалуйста, обрати внимание на свое зрение, на свое зрение. Послушайте меня сейчас внимательно. Запомните, нет более слепого человека, как человека, который не желает видеть. И нет более глухого человека, как человека, который не желает слышать. Послушайте, вы можете прийти в церковь, вы можете прийти в церковь и сидеть в церкви, слушая, не слышать. Что это значит? Вы пришли, но если у вас нету искренного желания слушать, вы просто взяли свой айфончик, и так как бы для других я вроде бы здесь, но я хочу вам сказать, за компанией, за компанию в царство Божие попасть не получится. Невозможно покаяться за компанию. В компанию можно прийти, но покаяться за компанию невозможно. Поэтому можно покаяться только за себя и отвечать каждый будет за себя. И поэтому если, например, не удивляйте, что люди иногда присутствуют в церкви, но они ничего не услышали, причина банальна только в том, что они не желают слышать. Это закрывает их уши. Они мечтами своими мыслями бывают где угодно, но только они здесь. Они улетают так далеко, что достигают космоса. Есть люди, которые не видят ни опасности, ни нуж других, поэтому Бог желает что-то серьезное сказать нам. Смотрите, я написал, возведите очи ваши и посмотрите на Ниве, как они поспели и побелели к жатве. То есть сколько труда, сколько еще неспасенных. Разве ты можешь чувствовать себя спокойно, когда спасенный призван спасать. Есть люди, которые видят только себя, только свои семьи, есть люди, которые заботятся только о внешнем, а на внутреннем, у них времени и сил не хватает. Поэтому Слово Божие, Он желает пробуждать нас, укреплять нас и делать нас духовно сильными. Поэтому как мы можем улучшить свое зрение? Если вы поняли, что у вас есть проблема со зрением, обратите на это внимание. Слово Божие просвещает и открывает очи. Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. То есть если я руководствую Словом Божьим, пребываю в Слове Божьем, я имею открытые глаза, способность видеть. Послушайте, какое ваше отношение к Слову Божьему? Когда вы последний раз читали Библию для себя? У нас год Библии. Это возможность прочитать Библию за год. Все будут вознаграждены, кто прочитает Библию в течение этого года. Мы не можем жить без Слова Божьего. Мы должны изменить отношение к Библии. Слово Твое просвещает и открывает очи. Это огромное благословение. Просвещает очи. Просвещает очи. Дальше вы видите приближение к Богу улучшает наше духовное зрение. Во свете твоем мы видим свет. Есть вот такое состояние близорукость, когда я вижу рядом и не вижу далеко. близорукость. Я не вижу далеко не вижу нуж других. Пожалуйста, обратите на это внимание. Люди, которые страдают близорукостью, это люди, которые сосредоточены на себе. Люди, которые с трудом воспринимают нужды других людей. поэтому ухудшение зрения является следствием нашей жалости к себе. Когда я живу, будь милостив ко мне или будь милостив к себе. Пожалуйста, обратите на это внимание. Вообще, мы живем в то время, когда люди не видят истинных ценностей в этой жизни. Сегодня общество очень поражено близорукостью, поэтому именно духовная близорукость стала диагнозом современного поколения. Поколение соблазна и зла, век неверия, обмана и обольщения. Люди не смотрят вперед, люди не думают о завтрашнем дне, не заботятся, что за все то надо отвечать будет, что ты сегодня делаешь. Все это связано с проблемами духовного зрения. И так как время мое уже истекает, я пропускаю некоторые моменты из наших духовных болезней и обращаю внимание на последнее наш аппетит и жажда. Если у нас жажда по Богу, человек не может расти без питания и пищи. Да или нет? Не может расти, если нету в человеке здорового аппетита. Если у тебя аппетит и жажда по Богу, вот в чем вопрос. Если человек приходит больной к врачу, его спрашивают, как у тебя с питанием, как твой аппетит? и если человек плохо кушает или у него нет аппетита, нет никакого сомнения у врача, что этот человек какой? Больной. Так точно это в духовной жизни. Поэтому обратите внимание, почему пропадает духовный аппетит в людях? О чем-то он может говорить часами, а духовные вещи он воспринимает очень трудно и тяжело. Почему пропадает духовный аппетит в людях? Этому способен грех, который порождает духовные болезни. Если человек путается с грехом, он больной. И поэтому накормить такого человека очень сложно. Даже если он слышит голос Божий, он с трудом воспринимает все это. Почему? Потому что он больной. Почему например лучше не кормить больных, а лечить? Почему лучше? Потому что вылечи его и он сам попросит у тебя что? Покушать. Часто мы заняты многокормлением и мало обращаем внимания на личное и общее лечение. Но все изменится, когда придет аппетит. Недавно у меня оказался тут на работе прямо такой бутерброд классный. Ну а я был не голодный. Предлагаю Богдану возьми покушай. Он говорит, ты знаешь, я через часок должен там встречаться с людьми в ресторане. Не буду. Ну ты голодный? Голодный, говорит, ну просто не хочу перебить. Человека надо было выбирать или классный бутерброд, или сходить в ресторан. Все меня понимают, что конечно вы бы избрали лучше что? Ресторан. Бутерброд, да, спасибо. Поэтому этому способствует грех, который порождает духовные болезни. Вот послушайте. Поэтому потому отложи всякую нечисту, твой остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово могущее спасти ваши души. Вот помните я говорил вам, кто ненавидит брата свой, тот слеп, так? И вот смотрите, но ненависть это очень такое слово трудно нами воспринимается, потому что мы если можем не любить, то только немножко. Вот здесь написано, если вы хотите получать питание и пользу, то вы должны отложить все, что закрывает ваше сердце, что влияет на ваш слух, а что закрывает? Ну немножко нечистоты. Остатки злобы, то есть христиане не бывают злыми, они чуть-чуть злятся временами. У них если что-то осталось от плоти, и они временами злятся, в кротости примите насаждаемое слово. Вот трудно кормить ребенка, если он отбивается, а если он такой кроткий, ротик открывает, правда? Легко такого человека кормить, поэтому заставить человека покушать очень трудно. Я знаю, родители иногда пытаются накормить своих детей, а дети бедные. И мне хочется кричать в эту минуту, дайте им проголодаться, дайте им проголодаться. Они сами попросят кушать. Мы иногда пытаемся кормить тех, которые уже сыты. Вы видите здесь, вы уже насытились чем-то другим. То есть голод наступает, когда мой желудок пустой. Когда я уже например до собрания на фейсбуке пару часов еще где-нибудь провисел, я уже напитал себя, что я прихожу в церковь, я говорю, ты это видео видел, а ты песню эту слышал. У меня уже есть людям что предложить, как их увлечь в сторону, но у меня нету тот, что желает видеть во мне Христос. Вы уже насытились чем-то другим. Проблема аппетита, духовного аппетита, это проблема номер один здесь в Америке. Почему? Потому что вы можете слышать нас не только здесь в собрании, но на ютубе, онлайн, на телевидении. И проповедей вы можете слышать на дисках, через различные программы и современные технологии. Правда много, Леша, тысячи. Человек есть огромный выбор, и он уже больше оценивает, нежели назидается. Делает выводы, нежели кормит себя. Поэтому человек, если он накормлен, и очень трудно кормить, но когда человек проголодался, все изменяется в его жизни. Поэтому послушайте меня, чтобы не пропадал ваш аппетит, чтобы развивать ваш духовный аппетит, вы должны воздерживаться от всего того, что нет Бога. А иначе вы просто навеселе, а в душе, еще раз повторяю, грустно и пусто. Почему? Потому что нету должного аппетита. Ну и последнее, почему пропадает, почему нету аппетита или жажды? Часто люди не знают дар Божий того, кто говорит с ними. То есть, помните, Христос говорил в Самарянке, если бы ты знала дар Божий, а этот дар Божий, сам Христос, он стоял рядом, и он говорит, если бы ты знала, кто сейчас говорит с тобой, и что он может тебе дать или сделать для тебя, ты бы сама просила, если бы знала, а если не знала, не знаешь, то что просить, жаждать, желать никогда не будешь. Почему? У нее привычная работа, она ходит каждый день за водой, она пьет эту воду, она к этому привыкла, и она считает, что это нормально. Но Христос пришел и говорит ей, если бы ты знала дар Божий, того, кто говорит с тобой, ты бы сама просила, и он дал бы тебе воду живую, воды было бы так много, чтобы ты утолила свою жажду и пришла на помощь другим людям. Христос желает восполнять наши нужды, да или нет? Но какой у нас аппетит и жажда сегодня? Еще некоторые стихи хочу, чтобы вы увидели, смотрите. Какой у вас аппетит? Рост и питание невозможны, без аппетита и питания. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое, сладкое. У нас, когда приезжают студенты, они часто говорят, познакомились с нами, говорят, какая у вас церковь, ну что-то хорошее говорят о нас, а люди уже, которые там лет пять в церкви, кажутся, это вроде бы так, нормальная, вроде бы ничего, ну привыкаешь, правда? Привыкаешь. И худшее, что ты присыщаешься. Библия говорит, что сытая душа попирает и сот, и мед. Что не предложи, ему это не надо. Он сыт, говорят, по горло, а голодной душе чуть-чуть дай. вот почему хорошо ехать на миссию. На Украину, на Кубу приходишь, а там люди так, как будто им ты Америку открываешь, как будто они никогда такого не видели, не слышали, а здесь как будто уже все видели, все слышали. Вот почему периодически надо куда-то ехать. все определяет не только сила слова, но и жажда, и способность воспринимать услышанное. Когда вот здесь есть гармония, тогда благословение умножается с невероятной силой. Поэтому вход в Царство Божие возможен для тех людей, которые нищие в своем духе, которые смиряются, которые ищут, просят, желают и так дальше. Запомните, голодные дети издают много шума. Да или нет? Они так кричат, что у мамы выбора нету или выбор небольшой, надо срочно кормить. Среди ночи. Кто меня понимает, кто-то? А когда мы не голодные, то мы так есть, хорошо нету, то тоже неплохо, но очень важно иметь жажду по Богу. Голодные дети издают много шума. Жаждем ли мы его сегодня? Последние мои мысли выглядят так. Здоровые христиане жаждут Бога, и это то, что желает видеть в нас Бог. Ибо я изолью потоки на жаждущие и воды на иссохшие, изолью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих. Один скажет, я Господин, другой назовется именем Якова, а иной напишет рукою своей, я Господин, и прозовется именем Израиля. Послушайте, мы не принадлежим деньгам, мы не принадлежим каким-то ссорам и расприям. Мы принадлежим Иисусу Христу, который купил нас ценою своей крови. Да или нет, мы куплены дорогою ценою, поэтому вся наша жизнь и судьба в надежных руках Божьих. Как хочется, чтобы эта жажда была в каждом сердце, и когда Бог и зальет на жаждущих свои потоки, тогда люди переживая вот эти потоки, они скажут, с этого дня моя жизнь принадлежит Иисусу, мое время, мои деньги, мое здоровье, мои силы, с этого дня я чей? Я Господин, я больше не принадлежу себе, я не буду искать удовольствие развлечений, я буду делать то, что желает или ожидает от меня Бог, я Господин. Я хотел бы, чтобы, когда мы будем молиться, чтобы это было в твоем и моем сердце, Бог и зальет, Бог уже приготовил, этот дождь уже приближается как облако, но, к сожалению, он не для всех, я и залью потоки на жаждущих, а сегодня время, чтобы излечить себя от всякой духовной болезни, силой Божьей благодати для Его славы. Последняя моя мысль, которую вы увидите и услышите, как вы можете иметь жажду, кто-нибудь в этом нуждается, желает это иметь, обратите на это внимание, и мы будем молиться. Жажда приходит к нам, когда мы поели что-то соленое, уважаемые друзья, общайтесь с теми людьми, которые имеют в себе соль. Вот наши студенты приезжают к нам, проходят 2-3 недели, и они все делятся по группам. Это неофициально, они просто находят себе компании и друзей. Как это происходит? Не знаю, удивительным образом люди говорят так, птицы по роду слетаются. То есть они выбирают себе друзей в зависимости от своего состояния. И думаешь, ну как эти не совсем хорошие люди находят себе подобных. Оказывается, все очень просто. человек ищет подобных себе, но я вам предлагаю ищите тех, кто посильнее. Общайтесь с теми людьми, которые имеют в себе соль. Кто-то может, например, рассказать веселый анекдот, кто-то еще может рассказать вам целую проповедь о политике. Чем человек живет, о том он и говорит. Но есть люди, которые имеют в себе соль. И пообщавшись с ними, вы сразу почувствуете тягу к Богу, жажду по Богу. Таких людей может быть не так много, но это общение никогда не останется бесследным для вас. Оно принесет вам жизнь, благословение и пользу. Жажда приходит к нам, когда мы хорошо поработали. Есть люди, которые ничего не делают в церкви, не трудятся, и удивляются, что-то как-то и молитвы нету, и жажды нету, и огня нету. Оказывается, все очень просто. Вы согласны, вот придет лето на Флориду, и когда вы просто в жаркое время хорошо поработали, я наблюдал, что если люди работают на улице, и вода рядом постоянно, почему? Потому что жарко, жарко, а пойди полежи на диване, и пить не захочется. И некоторые просто живут как будто на диване, знаете, Потому что кто-то заботится о них, но диваны не всегда будут. Эта жизнь рано или поздно закончится, и придет твое время, когда ты будешь лично заботиться о себе. если ты в то время не чему-то не научился важному, что-то не принял, не пережил, тебе будет очень трудно, ты будешь чувствовать себя одиноким, и страдать будешь. Поэтому жажда приходит к нам, когда мы хорошо поработали. Пожалуйста, я призываю вас к служению и труду. Без этого, друзья, мы духовный рост невозможен церковь на то и церковь, что в церкви Христовой нет прихожан. Есть только церковь из живых камней. Аллилуйя! Одно дело приходить в церковь, другое дело служить. И сбережись, чтобы тебе жить. Жажда приходит к нам, когда очень жарко. Что это значит? Иногда Бог подогревает нас, обстоятельства, болезнями. Иногда мы, как это золото, попадаем в печь, проходя через испытания. И когда нам жарко становится, мы начинаем к Богу обращаться, да или нет. Поэтому не ждите, когда Бог будет подогревать нас. Сегодня время благоприятное. Это относится не только к неверующим, но к верующим. Сегодня твой день спасения. Если у тебя жажда по Богу, хочется тебе Его больше всего остального в жизни. И последнее, жажда приходит от познания Бога. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне петь, ты бы сама просила. Мы идем к молитве, друзья мои. В свое время Яков, который был очень умный и хитрый, у него все получалось. То благодаря своей хитрости он сухим выходил из воды, то мама ее где-то выручила, помогла. Но наступил момент, когда они были уже не в состоянии помочь. Ни ее хитрость, ни ее разум, ни ее родители. И вы знаете, что сделал Яков? Он цепился у Бога и сказал, не отпущу, пока не благословишь меня. И Бог эту молитву услышал и принял. Поэтому, чтобы иметь жажду, послушайте меня, надо прийти в себя, прийти в чувство, разобраться в самом себе. Блудный сын, как только он пришел в себя, он что сделал? Он сказал, я здесь рожками питаюсь, а дома все лучше. Там слуги лучше живут, нежели я. Поэтому мне хочется крешать, если ты потерял жажду, доедай быстрее свои рожки. Доедай быстрее. Только когда они закончатся, ты начинаешь прозревать. И ты скажешь, нет, дома все лучше, пойду к нему. И он лучше все приготовил для тебя. Поэтому, друзья мои, моя заветная мечта, я хочу видеть среди нас таких людей, которые будут жаждать Бога настолько, что готовы будут молиться и ходатайство за других и днем и ночью. Я хочу таких видеть людей. людей. И я вам объясню, почему я хочу таких людей видеть. Знаете почему? Потому что это, например, единственный шанс для Америки. И не только для Америки. Почему вы скажете? Потому что в Библии написано, я искал у них человека, который станет в проломе за эту землю. Поэтому послушайте, не новые технологии, суперсовременные какие-то вещи приведут к пробуждению Церковь Христову, но человек, который будет жаждать Бога. можно Церковь так сделать, что все будет сверкать, мигать, будет интересно там присутствовать, но не это спасет или пробудет Америку, а человек, жаждущий Бога. Я ищу человека, который пойдет для меня и ради меня. Моисей один человек три миллиона вывел из плена египетского. Только потому, что он услышал призыв Божий и пошел туда, куда призывал его Бога. Бог сегодня это человека ищет среди нас. И если будет хотя бы один десять человек, которые вас ждут Бога и пробудятся и начнут молиться, что-то будет решительно меняться в наших судьбах, в наших церквях и в нашем сердце. Я призываю вас во имя Иисуса пересмотрите ваше духовное здоровье. с питанием, с аппетитом. Есть путь, как вы можете всю эту ситуацию исправить. Есть у вас проблема с слышанием или с зрением. Обратите на это внимание. Есть новая жизнь в Иисусе Христе. И когда мы будем молиться, я хочу, чтобы вы молились и говорили Господи, я хочу быть этим человеком, который жаждет и любит Тебя всем своим сердцем. Я хочу нести благословение окружающим и пробуждение и новую жизнь. Давайте об этом скажем Богу и горячо помолимся, воздавая Ему всю славу. Аминь.